Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» Марина Романюк с вами. Мои коллеги расскажут о том, что произошло в городе за минувшую неделю. Смотрите в выпуске. Прямая линия с президентом. Итоги подведет Максим Васильев. Лесные пожары. Прогнозы на лето от Валерия Седова. Небо России 2021. Чуть меньше месяца остается до старта легендарного фестиваля. Я не поддерживаю принудительную вакцинацию, но в регионах власти могут руководствоваться законом об иммунной защите населения и вводить обязательную процедуру для отдельных категорий граждан. Ну и, конечно, увольнять людей при наличии медотвода незаконно, заявил президент России Владимир Путин, открывая прямую линию с жителями страны. Больше двух миллионов вопросов поступило в адрес главы государства в ходе трансляции. И касались они самых разных тем. И социальных выплат, и ремонта школ, и дорог, внешней и внутренней политики. Еще до начала общения с жителями страны в центре обработки прямой линии поступило полтора миллиона вопросов. Во время трансляции их число возросло до двух двести. И, конечно, одной из главных тем стала вакцинация. Принудительная и не очень. Владимир Путин сразу обозначил свою позицию. Он против обязательной вакцинации, а увольнять людей с медицинским отводом незаконно. Сам президент привился спутником ВИИ. Впрочем, очень лестно отозвался и о других вакцинах. Локдауна в повестке нет. Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть. У нас четыре вакцины. Они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что предубеждение у некоторых наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться. Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинировано. Как видим, все у нас в порядке. И, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения Астрозенеки или Пфайзера. Еще одна животрепещущая тема – рост цен на продукты. Вначале это были сахар и подсолнечное масло. Теперь пришло время овощей или, как выразился Владимир Путин, базового борщевого набора. Картофеля, свеклы, моркови. На такие скачки правительство реагирует несвоевременно, это президент признал. Но без внимания властей колебания не остаются. Не только морковь, там и картофель. Потому что у нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этот миллион, как бы, у этого как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, а, как правило, из-за границы. Вот из той же Белоруссии или из Турции, где потеплее, оттуда везут. И, конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, на сколько это стоит с учетом доставки и так далее. Разумеется, и здесь надо посматривать. Но, повторяю еще раз, сейчас скоро будет урожай овощей. И, надеюсь, что это отразится на ценах. Хотя это один из вопросов при развитии сельского хозяйства. Это овощи и фрукты. Они у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме. Выплаты пособий детям с 3 до 7 лет тоже в зоне особого внимания. В Астраханской области из-за дотошности местных бюрократов многие матери не получают причитающиеся. Человек работал 11 месяцев, а одного месяца не хватает ему. И ему уже на этом основании отказываются. Все понятно. То есть он работал 11 месяцев. 12 из 12 месяцев. Один месяц не работал, и ему отказывают выплаты. Но, знаете, давайте мы с этим поразбираемся. Я и правительству поручу обязательно проанализировать и дать соответствующие ответы. Но самый простой способ, это когда человек потерял работу, сразу зарегистрироваться в службе занятости. Вот самый простой. С этого момента никто не имеет права отказать никому в выплате соответствующих пособий. Молодежный вопрос от блогера касался блокировки иностранных интернет-ресурсов. В слухе об их полном запрете оказались несостоятельны. Хотя к диалогу Владимир Путин их призвал. Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать, собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда они выполняют наши требования и российские законы. Вы же, Никита, российский гражданин, да? И чувство собственного достоинства у нас с вами должно быть, и у ваших коллег тоже. И когда нам говорят, ну знаете, мы там у вас будем работать, а вы в случае чего, если чего не нравится, мы вам бусы дадим. И радуйтесь тому, что мы вам дали то, что хорошо блестит. Значит, ну это же унижает наше с вами достоинство. Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают. Они должны подчиняться нашим законам. За три с половиной часа трансляции Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Он не исключил кадровых перестановок в национальных сборных по футболу и хоккею, рассказал, где ему гладят рубашки в химчистке Вогорева и назвал три наиболее ярких произведения, повлиявших на него. «Война и мир Толстого», «Первая симфония Чайковского» и «Сказка Колобок». По словам президента, главный сказочный посыл для чиновников – не слушать лестивых речей, иначе будете съедены. Максим Васильев, телекомпания «Город». Дирекция благоустройства города приступила к обрезке деревьев по жалобам горожан. Внимание коммунальщиков сейчас приковано к советскому району. Бригады работают на улице Есенина. Впрочем, кипит работа и в Приокском. Облагораживают парк имени Гагарина. Улица Есенина – район Дворца детского творчества. На автодороге «Оживление» вдоль трассы работают люди и сучкорезы. Теперь это уже не санитарная стрижка, а скорее общественно полезная. Срезают по обращениям граждан. Разросшиеся ветви заслоняют знаки дорожного движения и постоянно норовят полежать на электрических проводах. Впрочем, только лишь рубкой сучьев дело не ограничится. Дирекция благоустройства готова дополнительно осматривать и устранять помехи выездам со дворов. Если надо, косить траву в том числе. Рады, если жители нашего города окажут нам содействие с указанием мест, именно таких мест, которые требуют особого внимания, где необходимо провести такие работы. Телефон диспетчерской службы нашей работает в круглосуточном режиме. Телефон 70 12 93. Звоните, мы принимаем заявки. Жители домов у парка имени Гагарина свою заявку, кстати, уже оставили. Сегодня им облагородили беседку – главное место сбора общественных активистов. Сейчас здесь работает порядка 45-50 человек. Мы проводим работы по окосу территории, по подметанию, по сгребанию мусора, стрижку кустарника, покраску лавочек. В дальнейшем работы будут продолжены до полного завершения. Будут докрашены все детские площадки, установлены необходимые таблички. Примерное завершение всех работ в Гагаринском парке конец следующей недели. Принимать будут вместе с общественниками, как и полагается. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». День образования службы ГАИ ГИБДД отмечается ежегодно 3 июля. В этом году ведомство юбилей – 85 лет. Для рязанцев сотрудники госавтоинспекции подготовили несколько мероприятий. Например, выставка ретроавтомобилей. Колонна раритетной техники госавтоинспекции проехала сегодня утром по улицам города. Волга, Москвич, мотоцикл «Ямаха» – часть транспорта реплики. Другая же – восстановлена. На ней несли службу сотрудники ГАИ прошлых лет. Парад раритетной техники прошел в честь 85-го дня рождения службы ГИБДД. Поэтому финальная точка маршрута – управление ведомства на Солнечной. Вот эта служебная «Волга» – один из самых редких образцов, представленных здесь. Она несла службу еще в 60-е годы прошлого века. Но одним из самых свежих экземпляров является вот этот мотоцикл «Ямаха». Он нес службу по обеспечению безопасного дорожного движения уже в конце 90-х годов. Восстановлением техники занимались не только рязанцы. На машинах приехали гости из разных регионов. Мы приехали из Москвы на вот этом замечательном автомобиле ВАЗ-21013 1982 года выпуска. Это реплика патрульного автомобиля ГАИ 70-80-х годов. На крыше установлено два ГДР-овских красных маяка «ФР» и две фары. Их ставили как на мотоциклы, так и на авто. Азад Хачатуров добавил, что когда работаешь над репликой, то нужно учитывать историческую точность как снаружи, так и внутри. Поэтому салон тоже заслуживает внимания. Например, тут ветераны ГАИ узнают радиостанцию «Пальма». Здесь установлена сигнально-громкоговорящая установка Тесла-Чехословатского производства. Они поставлялись в СССР и устанавливались на машины ГАИ. Этим включаются маяки, этим включается сирена, это микрофон. Парад техники ГАИ приурочен к важной дате – 85-летие образования службы госавтоинспекции. Роль ведомства сейчас велика. Машин на дорогах становится все больше, усиливается интенсивность движения. И в задачи инспекторов входит не только регулирование движения, но и пресечение дорожно-транспортных происшествий. Жизнь и здоровье миллионов людей на дорогах России сегодня во многом зависит от безупречных действий сотрудников полиции, находящихся не только на дороге, но и вот здесь, в этих кабинетах. Все прекрасно понимают передачу информации снизу вверх и сверху вниз, от ваших быстрых действий, логических, грамотных действий. Сотрудников госавтоинспекции поздравил начальник ОМВД России Паризанской области Владимир Аллай. Инспекторам ГИБДД вручили награды, грамоты и благодарственные письма. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Есть прогноз пожарной опасности в лесах России на июль 2021 года. Конечно, он пока предварительный. Над ним работали совместно сразу несколько структур – ФБУ, авиалесоохрана и Росгидромет. Это уникальный прогноз пожарной опасности. Красным цветом выделены зоны, в которых риск возникновения пожара выше среднего. План разработан на основе долгосрочного прогноза погоды Росгидромета и данных авиалесоохраны о горимости лесов. В настоящее время к антропогенным факторам возникновения лесных пожаров добавился и природный фактор. Наблюдается высокая грозовая активность на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. И большинство пожаров, действующих в настоящее время, возникает по причине гроз. Рязанская область находится в зеленой зоне, то есть опасность региону, по прогнозу, не грозит. Но и то, что часть округов отмечена красным, совсем не означает, что ЧАЭС там будет. Все зависит от соблюдения правил пожарной безопасности. В авиалесоохране отметили, что причиной всех пожаров весеннего и осеннего периода является человеческий фактор. Также важно возгорание обнаружить как можно раньше. Для этого лесопожарные службы следят за ситуацией как с земли, так и с воздуха. Нужно работать на опережение, думать головой. На этом пожаре тут мы копаем, потому что здесь трудодоступная местность, горная, то бишь высота большая. Воды здесь нет, ничего нет, только лопата. Командировка Алексея Николаева началась 7 мая. До сих пор он в лесах борется с пожарами. А их сейчас в России 228. Цифра большая, особенно если учесть площадь территории, охваченной огнем – 228 тысяч гектаров. Притом половина – это пожары в Якутии. По сообщениям МЭШ, имеются 99 очагов возгорания. Самый крупный – в Тампонском районе, всего в десятки километров от ближайшего села. За сутки верховой пожар преодолел 30 километров. Еще на территории 19 районов сохраняется 4-й, 5-й классы пожарной опасности, сообщает местная пресс-служба МЧС России. Валерий Седов, телекомпания «Город». В Рязанской области продлены коронавирусные ограничения. До 19 июля включительно обязателен режим самоизоляции для неработающих пенсионеров старше 65 лет. Впрочем, только лишь ограничительными мерами сейчас явно не обойтись. В Рязани открылся дополнительный прививочный пункт в помещении городского цирка. Только расслабляйте на город. Половинку. Половинку. Нет. Чтобы проводить. Это хорошо. Отключать. Документы. Принять на цитру с вышка. Есть алкоголь? Принять на. Да-да-да, все. Продженикам тоже нельзя. Темпы вакцинации в Рязани пока не впечатляют. Да что там в Рязани? Вся страна разделилась напополам. Уж точно никто не хочет, чтобы выбор, прививаться или нет, за них делал кто-то другой. Понятно, что с кнутом принудительные вакцинации в регионах явно перегибают. А вот метод с пряником может стать очень даже действенным. В Рязанском цирке за укол на их территории, а под куполом уже открылся новый центр вакцинации, пообещали бесплатный билет на представление. За последние две недели количество заболевших в регионе стало больше на треть. На сегодня вакцинация – один единственный эффективный способ остановить дальнейшее распространение инфекций. Темпы, как сказала Лена Санна, этой прививочной кампании, наиважнейшей в нашем регионе в последнее время, немного выросли, но они должны быть еще выше. Я прошу все ответственные за организацию проведения вакцинации в ведомство максимально активизироваться, в том числе в работе с населением. Информировать, аргументированно убеждать в необходимости, важности и безопасности прививки. Подчеркиваю, сейчас принимаемые меры носят не обязательный, а рекомендательный характер. Мы рассчитываем исключительно на здравый смысл людей и адекватное осознание складывающейся обстановки. Пункт вакцинации в цирке 65-й по счету. В абсолютных цифрах в области уже привилось 134,5 тысячи рязанцев. 107 из них уже вкололи оба компонента спутника ВИ. Как, кстати, и президент страны, Владимир Путин вообще – хедлайнер прививочной кампании. Надо прислушиваться не к людям, которые мало чего в этом понимают, а к специалистам. Ведь это происходит по всему миру. Знаете, я чего только не слышал, что ничего нет. На самом деле никакой эпидемии не существует. Вот я смотрю иногда на то, как люди говорят, вроде взрослые люди, образованные. Ну, не знаю, откуда они это берут. Они понимают, что руководители, когда говорят, что во всем же мире это происходит. Да, руководители стран сговорились. Но они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живет сегодняшний мир. Но многие же верят, что... И все взяли, собрались и сговорились. Но это же чушь. Пока что власти Рязанской области ужесточать меры не намерены. Создание коллективного иммунитета в руках самих рязанцев. Судя по очередям в пунктах вакцинации в Атроне, Глобусе, а теперь еще и в цирке, сознательные граждане все-таки большинство. Картины Милы Маркеловой проще всего сравнить с рассказами Михаила Зощенко. Алгоритму обоих авторов практически один и тот же. Поставив перед обществом метафизическое зеркало, вынудить публику заглянуть в глубины самих себя. Так о творчестве Милы Маркеловой выразился арт-критик Игорь Дудинский. Возможность заглянуть в метафизическое зеркало появилась и у жителей нашего города. В картинной галерее «Виктор Иванов и Земля Рязанская» открылась персональная выставка художницы. Бытовые сцены из жизни, узнаваемые типажи и ситуации. В серии под названием «Заветные сказки. Работы, объединенные темой русского праздника. Застолья». Фрагменты лиц, наряженных в платке женщин, отсылают к полотнам Бориса Малявина. А названия картин напоминают русские поговорки и пословицы. Сама художница признается, что заветные сказки – это сказки особые, эротические. Вот такая настоящая женская красота и эротизм в 25 работах, которые, подобно пазлам, соединяются в одну целую картину и передают самые разные эмоциональные состояния женской души. «Я как бы радуюсь вместе с ними. Другое дело, что, может, у меня глаз какой-нибудь уже такой язвительный. Это может быть. И потом, может быть, непривычно смотреть на людей, как они есть. Люди стараются очень огламурить это все. У меня еще как бы была идея антигламура такого. Так, чтобы люди стали значительными, мои герои, но не гламурные, а настоящие. Понимаете, настоящие люди такие, наоборот, они красивые, красивые, нравится. Все-таки толстые, хорошие, танцуют. Ну, это же классно. На них, извините, я уже повторяюсь, но на них земля держится. На этих вот женщинам. В этом выставочном проекте картины развешаны определенным образом, коллажами. Это задумка автора, которая, по ее мнению, дает возможность создать не столько портреты отдельных персонажей, сколько социокультурный образ времени. Я пишу как бы подсознательно то, что я вижу, что происходит вокруг меня. А потом вдруг это все начинает складываться, складываться, набирать какую-то силу и набирать какие-то смыслы, уже которые я даже не закладываю. Художник же просто проводник какой-то там в мир и он может интуитивно что-то такое сказать, что не скажут ни ученые, ни химики, ни политики. Живопись Милы Маркеловой нельзя назвать злой или язвительной. В представленной экспозиции нет насмешки или сарказма. Это, говорят специалисты, новое веяние реализма. А сама художница видит в своем творчестве отображение настоящих людей, такими, какие они есть на самом деле. В своей цели автор достигает, решая сложные композиционные задачи. Ее творчество, поиск линии и цвета. Путь от беспредметности к подчеркнутой вечности. От декоративизма к поэтическому символизму. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязань – город с богатым культурным и историческим наследием. Помимо знакомства с Рязанским музеем-заповедником или, например, усадьбой академика Павлова, туристам и горожанам нередко предлагают разбавить экскурсию посещением так называемых «счастливых мест». Олеся Котровская расскажет о них. Одна из главных достопримечательностей нашего города – соборная колокольня. Памятник архитектуры 18-19 веков. Это одно из самых высоких зданий в Рязани. Примерно 83 метра. Но знаменита она не только этим, а связанная с ней городской легендой. Наверное, одно из старейших мест для загадывания желаний в нашем городе – это арка «Соборный колокольник». К сожалению, сейчас она в основном закрыта, а вообще считалось такое тоже народное поверье, что если, проходя под этой аркой, загадать желание, то она обязательно сбудется. Вообще, арочные проходы, как правило, часто наделяют такой волшебной силой. Не только в Рязани, но и в других городах такие легенды, такие предания есть. Здесь же, в Рязанском Кремле, есть небольшой арт-объект, который не обделен вниманием туристов. Это перо «Удачи». Оно находится рядом с музеем Рязанского леденца. По заверению экскурсоводов, если его потереть, это обязательно принесет удачу. Впрочем, такой же эффект гарантирован, если навестить рязанского косопуза. Потереть на удачу можно, например, его топор или мизинец. Мы видим, у косопуза уже мизинчик начинают натирать. С пальцами тоже есть определенные такие традиции. Памятник Есенину, который находится в Константиново, если обратили внимание, у него тоже натерт указательный палец. Все, кто фотографируется с памятником, так и норовят за этот палец схватиться. Он так выделяется. За него удобно браться, действительно. Ну и теперь есть легенда, что да, обязательно нужно подержаться за палец Есенина, загадать желание, оно обязательно сбудется. Грибная команда также сулит исполнить желание. Грибам гости города горожане натирают носы. Их можно встретить по всему городу и в городском парке на Лыбецком бульваре. Здесь же, кстати, на Лыбецком есть еще одно счастливое место. Когда-то в начале 90-х годов, прошлого уже века, здесь на Лыбецком бульваре проходил симпозиум скульпторов. И скульпторы из разных городов России делали различные объекты, которые впоследствии остались здесь на Лыбецком бульваре. И вот один из них как раз вот такой интересный абстрактный объект зарождения жизни. Но через много-много лет он приобрел новое звучание, скажем так, и стал частью вот такой композиции, стал сыром фактически. А рядышком находится маленькая мышка, которая тоже буквально сразу с момента своего появления обросла легендами, скажем так. Желающие могут вложить ей в лапку монету, чтобы достичь финансового благополучия. Фестиваль, известный далеко за пределами Рязанской области и даже России, состоится в 31 раз. В этом году чуть раньше привычного начала августа. Первый старт спортивных состязаний среди пилотов-аэростатов состоится 20 июля. Самый первый фестиваль состоялся в 1990 году. Он не только прижился, но стал одним из культовых. Юбилейный 30-й год проведения «Небо России» выпал на непростое время разгар пандемии. Границы были закрыты, и вместо ожидаемых полусотни тепловых аэростатов в небо над Рязанью поднимались около двух десятков шаров. Однако фестиваль состоялся, прошел успешно, а победителем спортивной части стал основатель «Небо России» легендарный пилот Лев Борисович Маврин. В этом году, несмотря на непростую обстановку в мире, фестиваль состоится снова. С 20 по 25 июля мы проводим очередное наше любимое мероприятие международное спортивное и культурное зрелищное фестиваль «Воздухополвание» с гордым высоким именем «Небо России». Мы были вынуждены подвинуться в раннейшие сроки, чтобы молодые наши пилоты успели после нашего мероприятия съездить на чемпионат мира среди молодых пилотов, среди пилотов не старше 30 лет. У них в позапрошлом году они были третьими, вдруг в этом году кто-то станет чемпионом и серебряным призером. Красивейшее зрелище, массовые полеты тепловых аэростатов над полями, лесами, реками и озерами – это прежде всего спорт. Спортивное состязание пилотов в мастерстве управления воздушным судном, в точности расчета точки взлета, высоты и траектории полета, в том, как пилот сумеет все просчитать и воплотить на практике. Летное пространство в Рязанской области уникально и из года в год привлекает самых искусных пилотов и своей красотой, и особенностями ландшафта и ветров. В нашем регионе отмечают бессменные организаторы все условия для проведения не только Кубка России, но и мирового чемпионата. А что касается зрелищности и популярности, для зрителей неба России в условиях пандемии и особых мер при проведении массовых мероприятий выгодно отличается от других спортивных состязаний. Наш вид спорта, он уникален тем, что нас видно, ну, примерно с 15-20 километров. Иной раз вот прямо вот близко-близко приезжать на трибуну и занимать место не надо. Надо просто знать район полета и траекторию полета, чтобы насладиться, налюбоваться. Трубоваться, вечером мы стараемся не анонсировать, поскольку и так город забит, но все равно все, вот все, представляете, в радиусе 30-40 километров, видят нас, наблюдают и говорят, ну, слава богу, наши полетели. Утренние полеты проходят не позднее 6 утра. Решение о точке старта принимается в ходе утреннего брифинга около 4 часов утра. Анонсы размещаются в социальных сетях, наблюдать за полетами можно будет в течение 5 дней, в зависимости от погодных условий. Наша телекомпания непременно будет оповещать вас обо всех новостях и освещать самые интересные и красивые моменты легендарного мероприятия. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Подробное интервью с Львом Борисовичем, где он рассказывает о предстоящем фестивале воздухоплавания, смотрите в программе «Городские встречи». Премьера состоится в ближайшее время. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова